Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 6 апреля По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календой даром пасхет по народному месяцу слову Артемий, канун Благовещения В этот день христиане чтят память святителя Артемона Селивкийского, Солунского, епископа Родился и жил в Селивке Писидийской, Малая Азия, 1-2 века В народе имя Артемон плавно преобразовалось в Артемия Впрочем, как и многие другие имена, пришедшие на Русь из других владений, государств, стран Крестьянки на Артемия выходили вечером во двор и вешали на изгородь мокрое полотенце загадывая так о будущем урожае Ежели за ночь полотенце высыхало полностью, то год обещал быть урожайным Высыхало наполовину, урожай будет средним А вот мокрое или замерзшее полотенце солило холодное дождливое лето, ранний иней и скудный урожай На этот день существуют приметы До первого грома лягушки не квакают Коли ночь тепла, то весна будет дружна Сойдет к этому дню снег, исчезнет надолго, до следующей зимы А ежели нет, то еще долго пролежит К этому времени прилетают зяблики и тогда говорят Весна шлет гонца, зяблик у крыльца 6 апреля является каноном праздника, именуемого в народе Благовещением А к нему принято было тщательно готовиться Убрать, помыть, почистить, постирать Вымытые полы и лавки натереть можжевельником Который является прекрасным природным антисептиком И согласно поверьям отгоняет от дома злых духов Праздничный пирог сготовить тоже надо Да мало ли заботу настоящих хозяев Завтра всем этим нельзя будет заниматься Ведь в Благовещении любая даже пустяковая работа запрещалась А чтобы Бога не гневить и в Благовещении под дымом не сидеть То есть не разжигать огонь в печах Готовили все загодя Прислушиваясь между делом к рассказам стариков и старух О сказочном Ирисаде О волшебных Макарийских островах Где текут молочные реки в кисельных берегах Где сварок посадил священный вяз Который сдерживает при помощи своих корней весь мир На его восточных ветвях свела свое гнездо птица Алконост На западных – Сирен На солнечном дубе поселилась птица Гамаюн Оперение у этих удивительных птиц необыкновенной красоты И ликами они прекрасных женщин Распевающих свои печальные, сладостные и вещие песни Сирен – мифическая птица с женским лицом и грудью И короной на голове В русских духовных стихах она зачаровывает людей пением Но Сирен, в отличие от Гамаюна, Алконоста Птица мрачная, темная и печальная Сирен – воплощение несчастной души Кто голос этой птицы услышит, тот забывает обо всем Но скоро сваливаются на человека несчастья и горести всякие Так как пение Сирен считалось губительно чарующим Человек, заслышав его, будто бы забывал обо всем на свете Терял разум и вскоре умирал Причем смерть для него в этот момент была желанной Алконост в русских сказаниях Райская птица-дева бога солнца Хорса Приносящая счастье с удивительно сладким, благозвучным, чарующим голосом Алконост изображается полуженщиной-полуптицей с большими крыльями Перья которых разноцветные, человеческими руками и телом Девичья голова осенена короной и ореолом Некоторые называли ее птицей радости с пением прекрасным Но безвредным в отличие от Сирен Алконост считают еще и птицей зари, которой подвластны стихией природы По поверьям на Калиду, в зимнее солнцестояние Алконост откладывает яйца на морском берегу Потом погружает их в море и волны успокаиваются на некоторое время Стоит безветренная погода Когда из яиц вылупляются птенцы, начинается шторм Вероятно, в связи с этим поверьем Алконост и подобным ей мифическим птицам Нередко приписывалась способность управлять ветрами и погодой Гамаюн – вещая птица Она прилетает на волшебный Макарийский остров, что в море находится И живет там Изображается обычно с женским же лицом и грудью Гамаюн по славянской мифологии – посланница бога Велеса Его глашатой, поющая людям божественные гимны И предвещающая будущее тем, кто умеет слышать тайное Гамаюн все знает о происхождении земли и небес Богов и героев, людей и чудовищ, птиц и зверей Ее задача – сообщение людям воли богов и донесение божьей мудрости в виде вед и сказов По поверьям, летящая с восхода солнечного Гамаюн возвещает приход смертоносной буре По славянской же мифологии птица Гамаюн служила Велесу, Крышню, Калидзе и Дождь Богу Она же пропела и звездную книгу Вет Ведический сборник песни «Птицы Гамаюн» повествует о событиях сотворения мира и рождения богов Со словом «Гамаюн» созвучно слово «гамаюнить» – «баюкать» Очевидно потому, что их сказывали детям на ночь Песни эти делятся на главы – клубки Первый клубок начинается так Разгулялась непогодушка Туча грозная поднималась Расшумелись, преклонились дубравушки Всколыхалась в поле ковыль трава То летела гамаюн, птица вещая Со восточной со сторонушки Бурю крыльями поднимая Из-за гор летела высоких Из-за леса летела темного Из-за тучи той непогожей Синя море она перепархивала Сорочинское поле перелетывала Как у реченьки быстрой смородины У белгорючь камня Аллатыря Во зеленом садочке на яблоне Гамаюн птица присаживалась Как садилась она Стала песни петь Распускала перья до сырой земли Как у камня того, у Аллатыря Собиралися, соезжалися Сорок царей со царевичем Сорок князей со князевичем Сорок могучих витязей Сорок мудрых волхвов Собиралися, соезжалися Вкруг ее рядами рассаживались Стали птицу-певицу пытать Птица вещая, птица мудрая Много знаешь ты, много ведаешь Ты скажи, Гамаюн, спой, поведай нам Отчего зачался весь белый свет? Солнце красное, как зачалось? Месяц светлый и часто звездочки Отчего, скажи, народились? И откуда взялись ветры буйные? Разгоелись, как зори ясные? Ничего не скрою, что ведаю По одному из древних календарей У славян в этот период начинается Или уже идет в соответствии с календаром Пасхет Жизнь родов расы великой И потомков рода небесного На Медгард-Земле Так в далекие времена Называлась наша планета Коренным образом менялась В результате катастроф Космического масштаба В свою очередь Катастрофы часто были Следствием борьбы светлых богов Силами мрака Одной из таких катастроф И стал первый великий потоп На Медгард-Земле Произошедший в результате уничтожения Ее луны Лели На которой сосредоточились Представители темных сил Испекельного мира Кощеи Для вторжения на Медгард-Землю Светлый бог Тарх-дождь бог Перунов сын Прибывший сын Горд-Земли Не позволил Кощеям напасть на Медгард Он нанес удар по Леле И уничтожил силы мрака Но при этом Разрушилась и сама луна Так как на Леле Было 50 морей И она находилась близко к Медгарту То на Медгард-Землю Обрушились соленые воды И осколки уничтоженной луны Даария скрылась под водами Великого потопа Даария или Арктида Или Гиперборея Название одного материка Который находился в районе Северного полюса И является прародиной всех Славяно-арийских народов Европы и Азии В честь спасения от Великого потопа На 16-е лето был установлен праздник Пасхет Что означает путь, по которому шли боги Предки наши славили Род Небесный За спасение от потопа Великого Славяно-арийский обряд Ударять крашенные вареные яйца Друг от друга в этот праздник Напоминает нам о победе Дождьбога Тарха Перуновича Над Кащеями Разбитое яйцо называется Яйцом Кащеев Которое напоминает О разрушенной луне Лели А целое яйцо Называют силой Тарха Дождьбога И символизирует оно Победу сил света Над силами мрака Славяне Познавайте Познавайте Храните И передавайте Древнюю мудрость предков своих В древних сказаниях сокрытую Братья-месяцы Познавайте